Бенджамин Харди. Сила воли не работает. Пусть твое окружение работает вместо нее. Если мы не создаем и не контролируем окружающую нас среду, окружающая среда создает и контролирует нас. Доктор Маршал Голдсмит. Вступление. Мы не властны над своей средой. Давайте не будем себя обманывать. Вы миллион раз пытались кардинально изменить свою жизнь. Пробовали с помощью силы воли избавиться от дурных привычек, но вскоре снова скатывались к набившим оскомину шаблонам. Давали новогодние зароки заняться спортом, ложиться не позже одиннадцати, перестать засиживаться на работе и успешно их нарушали. Вы столько раз терпели неудачу, что, вероятно, пришли к выводу. Проблема в вас. Должно быть, вам не хватает нужных качеств, упорства, силы воли, самодисциплины, чтобы добиться успеха. А значит, следует просто довольствоваться той жизнью, которая есть. Не более. Но что, если все эти выводы не верны? Что, если проблема вообще не в вас? Возьмем, к примеру, всемирную борьбу за снижение веса. Значительная часть населения Земли полнеет, хоть и вкладывает все больше и больше усилий в попытке сохранить стройность. По некоторым прогнозам, к 2025 году более 60% всех людей на планете будут иметь лишний вес, вплоть до ожирения. Печальнее всего, что на самом деле это не наша вина. Часто тот, кто больше всех старается, сталкивается с наибольшими трудностями. У этого глобального кризиса есть ряд объяснений, в том числе генетика, особенности личности, отсутствие силы воли или скверные привычки. Однако эти объяснения одно за другим подвергаются научной критике, и новейшие открытия биологии и медицины демонстрируют факты, прямо противоречащие общественному мнению насчет диеты и здоровья. Мы пока еще многого не знаем, но одно становится ясно. Факторы, из-за которых люди все больше толстеют, имеют не генетическое, а средовое происхождение. В конце 80-х и начале 90-х годов мир начал очень быстро меняться. Сейчас он стал радикально иной средой, нежели та, в которой жили люди еще 30 лет назад. Вместо того, чтобы напрягаться, а затем расслабляться, большинство людей постоянно подключены к цифровой матрице. Мир все больше ускоряется. Многие непрерывно и зачастую, не сознавая того, испытывают умеренный отупляющий стресс, который никогда не отступает. Вперед, вперед, вперед! Этот стресс похож на непрерывные физические упражнения в медленном темпе, со смартфоном в руке, без восстанавливающего отдыха. Глубокая проработка мышц не выполняется никогда и сила не развивается. Именно это и происходит в нашей жизни. Работа, технологии, пища, средства массовой информации – все это константы. Непрерывный стресс ввел нас в состояние режима выживания, и наши тела инстинктивно запасают питание в форме телесного жира. Наша физиологическая реакция на стресс – выживание. Если у вас есть лишний вес, вероятно, это не ваша вина, но предпринимать шаги к исправлению этого положения – это уже ваша обязанность. Главное – осуществить перемены в среде, не только в питании, хотя это важно, но и в жизни в целом. Алан Кристианссон и Сара Готфилд в книге «Обновляющая диета для надпочечников» объясняют, что нам нужно создать пространство, где мы сможем по-настоящему отключаться, перезагружаться, освежаться и подзаряжаться. Иначе нашей естественной эволюционной реакцией будет запас жира, а не его сжигание. Однако есть убедительные и вселяющие надежду научные исследования. Они доказывают, что можно перепрограммировать систему своего организма и начать быстро, используя для здоровья, сбрасывать вес. Для этого вам потребуется такой подход к жизни, который разительно отличается от современной культурной нормы. Среда влияет не только на ваш вес. Воздействие среды распространяется не только на объем вашей талии. Сегодня в норме постоянно иметь при себе смартфон. Большинство людей вообще от него не отключаются. Последнее, что они делают перед сном, бросают взгляд на экран телефона. И он же оказывается первым, что они видят перед собой утром. Наша культура – культура зависимости. И каждая из наиболее распространенных питает остальные. Поскольку люди постоянно подключены к технологическим устройствам, у них нарушен сон. Поскольку у них нарушен сон, они не могут обойтись без кофеина и быстро усвояемых продуктов с высокими дозами углеводов и сахара. Так как сознание людей затуманено недостатком сна и избытком сверхстимулирующей пищи, им очень трудно сосредотачиваться на работе. Это усугубляет ситуацию, что, как выяснилось, интернет провоцирует в мозгу ту же реакцию удовольствия, что и доза кокаина. Зависимость от этого настолько сильна, что заставляет людей постоянно проверять электронную почту, оповещения из соцсетей и удовлетворять любопытство, «прыгая с какого-нибудь случайного сайта к видео, потом к другому сайту, потом к новому видео». Эксперты по организации утверждают, что около 50% рабочего дня среднестатистического американского служащего уходит на отвлекающие факторы – либо электронную почту, либо постороннюю информацию. В мире, требующем моментального принятия решений и переключения с одной задачи на другую, наше мышление становится отрывочным и поверхностным. Кажется, что почти невозможно проработать дольше 15-30 минут, не заходя в интернет. Время препровождения с родственниками или друзьями вызывает дискомфорт, если нет возможности проверить смартфон. В одном из лучших ресторанов мира, где детали обстановки стимулируют буквально все органы чувств, мы с женой посматривали на сидевших за соседними столиками посетителей, которые едва удостаивали друг друга взглядом. Это новая норма. В любой произвольно взятый момент времени больше половины людей глазами в смартфоне. Противоположность виртуальному общению – личные контакты, но они отмирают. Как следствие, мы живем в культуре зависимостей. И не только от телефона, но и от технологии, пищи, порнографии, лекарств и бог знает чего еще. Для большей части населения мира будущее выглядит довольно мрачно. Вполне вероятно, пройдет львиная доля отведенных им лет, пока они сообразят, что с ними происходит. У жизни с зависимостями и постоянной рассредоточенностью, как при потреблении табака, последствия могут проявиться спустя много лет. Большинство людей спохватятся слишком поздно. Только у тех, кто способен четко различать реальность и масштабы ситуаций, хватит сил жить лучшей жизнью. Для тех ранних пташек, которые понимают, что события развиваются не в лучшую сторону, никогда еще не было более прекрасной среды для достижения успеха и свободы. Как объясняет Кэл Ньюпорт в книге «В работу с головой. Паттерны успеха от IT-специалиста». Способность погружаться в работу с головой становится все большей редкостью в то самое время, когда она приобретает все большую ценность для нашей экономики. Как следствие, те немногие, кто способен культивировать этот навык, а потом делать его основой своей рабочей жизни, будут процветать. Сила воли не работает Среда, в которой мы живем, очень могущественна. Она порождает слишком много стимулов, зависимости и стрессов. С помощью одного только стремления не победить, даже исследователи силы воли признают, что это не жизнеспособный подход. Он перегорает в процессе эксплуатации. Эта книга покажет вам, что даже в стабильной среде сила воли не отличается прочностью, а уж в нашей нестабильной среде, вечно меняющейся и сверхстимулирующей, от нее следовало бы полностью отказаться, как от устаревшей стратегии для достижения успеха. Однако дело не только в том, что силы воли, упорства, позитивного настроя и прочих индивидуалистических качеств и методов в лучшем случае недостаточно. А с еще большей вероятностью они откровенно плохи в нынешнем скоростном и перегруженном информации мире. Победить среду нельзя. Даже пытаясь это делать, вы все равно останетесь ее порождением. Вы утратите рассудок. Может быть, вам уже кажется, что вы к этому идете. Единственный способ перестать просто выживать и научиться по-настоящему процветать в сегодняшнем мире – проактивно формировать собственную среду. Вы должны ограждать себя почти от всего и фокусироваться на том содержании, которое вы хотите для своего мира. Как высказался писатель Грег Макьюэн в книге «Эссенциализм. Путь к простоте». Невозможно переоценить степень незначительности чего бы то ни было. Жить своей жизнью на собственных условиях возможно только если создать благоприятную для этого среду. Это единственный путь. Вам придется быть безжалостным, выбирая нужное и избавляясь от всего, что далеко от вашей цели. Радует одно – вы способны это сделать. Это процесс, известный под названием «Формирование среды». И его концепция лежит в основе моей книги.